Жильцам дома по улице Зеленая 16 пострадавшего взрыва рассказали, как будет проходить ремонт здания. Представители администрации ответили на все вопросы граждан. Пострадавшим объяснили, какие сроки необходимо переехать, как будут перевозить вещи жильцов и какую помощь они получат от города. Сейчас мы говорим о отселении 16 квартир 4-го подъезда. Для того, чтобы отселить жителей, нам необходимо понимать, у кого какая мебель и какие предметы находятся внутри, которые нужно перевозить. Также нам нужно сейчас понять, кто будет переезжать к родственникам, либо на свою другую собственность, либо мы будем предоставлять жителям наши отели и гостиницы на территории города. Для проведения ремонтных работ необходимо, чтобы жители 4-го подъезда освободили свои квартиры, а с верхних этажей вывезли всю мебель. Для этого администрация заключила договор с транспортной компанией. Профессиональные грузчики помогут жителям упаковать и перевезти все вещи. При необходимости их могут разместить на складе временного хранения и их застраховать. Ремонтные работы обещают закончить за 180 дней. Нам необходимо будет укрепить внутри сами конструктивные элементы, для того, чтобы дать устойчивость каркасу, для того, чтобы можно было спокойно в дальнейшем приступить к демонтажу. Разбирать будем с кровли и будем двигаться вниз. Строители разберут часть фасада на уровне 7-го, 8-го и 9-го этажей в 3-м и 4-м подъездах. Для того, чтобы все работы провести максимально качественно и аккуратно, их будут выполнять вручную. На время ремонта жильцам поврежденных квартир предоставят временное жилье. При этом каждая семья сможет выбрать удобное для себя место проживания. Временное жилье могут получить не только владельцы пострадавших квартир, но и их соседи, например, жители 3-го подъезда, которые не хотят проживать в доме во время ремонтных работ. Помощь обеспечат и при восстановлении документов. Юристы администрации сами за собственников восстановят их по доверенностям. Также все пострадавшие от взрыва получат материальную помощь. Губернатор Московской области Андрею Юрьевичем Воробьевым принято решение об оказании семьям погибших единовременной материальной помощи в размере 1 миллиона рублей пострадавшим, которые получили те или иные тяжкие или средние тяжести, или легкой степени тяжести увечья. Им будет выплачена материальная помощь в размере 500, 300 или 100 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести. Также во время встречи был решен вопрос одного из жителей. Хозяйка квартиры обнаружила трещину на балконе. Специалисты дополнительно проверят ее квартиру и проведут ремонт. В 16-й гимназии работает оперативный штаб. Там продолжают принимать заявления и любые просьбы от пострадавших и их родственников. Александр Гузаев, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.